10 11 мая 2009 года точно не помню какое число нахожусь значит недалеко от шилова так называемое озеро озеро кожуха деревня высокая верья по преданию здесь была деревня высокая верья называлась сожгли ее татары неизвестно в каком веке там 12 13 нет 13 14 15 воды в один из веков домов было примерно 10 больше здесь не умещается здесь вот высокий холм на высоком холму как высоком не очень высоком но на холму располагалась маленькая деревушка культурный слой полностью отсутствует судя по всему деревня только появилась и и практически сразу сожгли керамика вообще не встречается встречаются орудия труда вилы обломки вилл значит гвозди встречаются тоже кованые но там какой-то век там 13 14 века вот и все пожалуй в общем то ничего больше и нет то есть деревню уничтожили практически сразу как она только появилась вот здесь значит прошли копатели до меня чего капали по какому принципу непонятно уж капали очень глубоко что там искать не знаю и попросу позвонить песок он и песок то есть ничего там не звенит не звучит вот и равно родные не перемешаны то есть не закапывали не раскапывали клада ищут вот значит что тут еще интересного много лис точнее не лиса нора от лис с двумя входами выходами ни одной лисы нет чем занималась деревушка если судить что она находилась на берегу озера то скорее всего просто рыболовством и здесь очень хорошая пойма пойма озера скорее всего скотоводством скорее всего какая-то скотоводческая бригада здесь жила назвали ее высокая верия и назвали потому что здесь совсем рядом есть город шилова а тогда был город шилова в те годы нормальные люди жили бы там если бы занимались чем-то еще а здесь жили обычные крестьяне пахали сеяли и скот разводили рыбку ловили вот аистов очень много встречается если ехать на мотоцикле уток тоже много проехать сюда было очень сложно потому что очень много водоразделен разделы раздельных каналов то ли они прокопаны уже в советское время были то ли они были прокопаны уже позже вот сейчас покажу значит есть еще очень старое городище ну там не городище на село ирицы раньше она называлась ирицкая значит 13 14 веке там был слет но если в 13 14 еще рязанское княжество не входило состав московского значит здесь был слет рязанских князей значит вот если посмотреть сейчас покажу вдаль далеко это на другом берегу реки вот это вот село до ирицкая но новая вот а если поглядеть вот это село ирицкая сейчас вот вот а если поглядеть вот на вот этот песочную выработку сейчас руки успокою вот там очень высокий высокий берег я с него вчера фотографировал там находится вот сам настоящее село ирицкая 13 14 века там был слет князей и практически всех князей там перебили кто мог перебить понятно кто княжеская ну не царство она рязанское княжество воевала в те годы с московским княжеством значит были подосланы от московских князей я вчера там был правда не стал фотографировать вот высота там огромная просто всего заехать практически невозможно то есть было укреплено достаточно хорошо свои годы а потом съехала вниз поближе к воде потому что туда воду носить не наносишься там где-то осталось восемь домов примерно вот но красота оттуда неимоверная сейчас я еду под барок на дозорный пост посты были расставлены у нас значит по границе уже неизвестно то ли московского то ли еще рязанского княжества от набегов от татар вот это значит недалеко от села не помню как называется там был сооружен холм и поставлен дозор но дозор как всегда проспал их всех перебили татары чтобы не подан был условный сигнал поджигали костер черным дымом и его был этот дым очень издалека видно и этот дым по поджигали костер на следующий к значит караульные точки и вот так вот до московского княжества передавали такие вот дымовые знаки а дым видно но километров вот я сейчас здесь стою если вот где-то что-то горит то километров со 40 за 50 видно дым ну не за 40 50 но за 30 до 40 видно дым с дым столб если не ветреная погода прям хорошо хорошо поднимается когда лес горит его очень хорошо видно вот так что еду в другую деревню все привет